В эфире дневной выпуск новостей в студии Мария Тираева. Здравствуйте! Почти ровесник города, коллектив Дома детского творчества отметил 45-летний юбилей. В молодежном центре «Юность» собрались педагоги и даже бывшие руководители учреждения. Поздравить коллектив с днём рождения пришли и почётные гости. Дом детского творчества работает по семи направлениям – научно-техническое, культурологическое, краеведческое, педагогическое, спортивное и художественно-эстетическое. Педагог Ольга Руденко уже 14 лет обучает девочек плетению из бисера и всегда знает, что в моде. Сейчас, к примеру, в тренде – расшитые воротнички. Мы придумаем сами, где-то подсматриваем. Сейчас очень много у нас массы информации в нашем любимом интернете. Конечно, всё это перерабатываем. Мы стараемся вносить свои какие-то новые нотки. И вдохновляемся. 45 лет назад Дом детского творчества носил другое название – Дом пионеров и школьников. Тогда в штате числились всего пять человек. Директор, методисты, три преподавателя. Сейчас в коллективе уже 65 сотрудников. Из них почти половина – педагоги. Все специалисты первой и высшей категории. Научно-техническом наши ребята на робошколе в Санкт-Петербурге получили первое место за робота в конкурсе. Хореографическое направление, безусловно. Наши ребята в современных танцах делают успехи. То есть третье место на международном конкурсе мы в Челябинск выезжали. Дом детского творчества посещает более двух тысяч ребят. Как отметили почётные гости, успех воспитанников во многом заслуга профессиональных и неравнодушных в своей работе педагогов. И пожелать всем хотелось бы крепкого здоровья, добра, любви, благополучия. Ну и хороших, хороших знаний. Хороших глубоких знаний. Поздравления в адрес юбиляров прозвучали также от депутата Тюменской областной думы Тамары Белоконь, департамента образования и администрации «Ефтьюганска». Это прекрасный, великолепный, креативный коллектив, который умеет в ребёнке рассмотреть, увидеть одарённость, увидеть его способности и, конечно же, их развить, привести к такому совершенству. В планах у юбиляров расширить не только материальную базу учреждения, но и ассортимент образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Мария Сераева, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Народные любимцы. Ансамбль украинской песни «Светанок» исполнилось 15 лет. Юбилейный концерт по этому поводу состоялся в культурном центре ОПИ. Народный самодеятельный коллектив исполнил свои лучшие композиции. В их репертуаре разные по характеру и звучанию стилизованные народные и современные эстрадные украинские песни. На протяжении всех 15 лет руководит ансамблем хор-мейстер и солист Олег Агеев. Ни один городской праздник не обходится без задорных и лирических песен «Светанка». Так и на юбилейном вечере собрался полный зал любителей и ценителей украинской культуры. Впечатления бесподобные. Я сейчас прослушала вот эти все их первые песни. Представляете, я побыла дома. В свое время, не знаю, лакнулась в молодость свою. Ну, Украина есть Украина. Без нее, знаете, ну невозможно вот так где-то уехать и забыть о ней. Ну, а такие, конечно, песни. Такой вот его именно ансамбль, вот этот подбор их песен. Ну, нахлынули такие впечатления. Я очень довольна, что побывала здесь. Кто лучше знает историю? Школьники или работники администрации? В Метаморфозе состоялся историческо-познавательный турнир, который приурочили ко дню местного самоуправления. За основу взяли Екатериненскую жалованную грамоту городам. Когда мы нашли полный текст самой грамоты, мы не стали отклоняться, чтобы вопросы были второстепенного характера той эпохи. Но тем более, что сама жалованная грамота, она именно посвящена местному самоуправлению. Естественно, уже оттуда, этот турнир первый. И чтобы не напугать наших участников, мы брали именно оттуда. В интеллектуальной борьбе на тему «Жалованная грамота городам Российской империи» сразились школьники и работники администрации. В каждой команде по 10 человек плюс группа поддержки. Познавательная игра проходила в шесть этапов. За правильные ответы участники получали не баллы, а версты. Кто оказался более подкованным в знаниях истоков становления местного самоуправления в Российской империи, мы расскажем в вечернем выпуске новостей в 7 вечера. Турнир победы. 12 мая в Нефтьюганске по традиции пройдут окружные соревнования по бальным и спортивным танцам. На этот раз они также посвящены празднованию Дня Великой Победы. Наши танцоры уже приступили к подготовке. Мы очень сильно готовимся, чтобы этот праздник был для ветеранов, ведь они наши защитники в первую очередь. Мы очень сильно стараемся, чтобы им было хорошо на этом турнире. Главными гостями окружного турнира станут ветераны, труженики тыла, узники концлагерей и дети войны. Поэтому самый волнительный номер для воспитанников студии бального танца – это вальс. Его ребята исполнят в традиционном стиле. Сейчас танцоры отдельно отрабатывают каждый шаг. Под какую музыку выйдут на паркет, пока не решили. Зато о костюмах уже договорились. Это будут у девочек, естественно, длинные бальные платья. У мальчиков будут, конечно, у нас, я думаю, что фраки наши стандартные. Но, как бы, традиционно, я думаю, что мы георгиевской лентой обязательно атрибут внесем в наши костюмы. Девочкам сделаем какие-то, может быть, под старину прически. Обезопасить себя и ребенка. Три смертельных случая на дорогах с участием детей. Госавтоинспекторы вновь отправились в рейд, но прежде заехали в детский сад. В Укоморье. С начала года на дорогах города пострадали 33 ребенка. Трое погибли. Чтобы снова напомнить водителям о мерах безопасности, госавтоинспекторы в очередной раз провели профилактическую акцию «Автокресло детям». Проводится огромная работа с родителями, с детьми. Дети повторяют правила дорожного движения. Родителям напоминают о том, что детей необходимо при перевозке пристегивать ремнями безопасности, приобретать детские удерживающие устройства и детские кресла. С утра госавтоинспекторы заехали в гости к воспитанникам детского сада «Лукоморье». При маневрировании машины вы остаетесь в одном положении, никуда вы не падаете, не ударяетесь. Маленькая Саша без автокресла в машину не садится. Куда бы ни собрались ехать ее родители, в соседний микрорайон или за город, Сашу они всегда надежно пристегивают, рассказывает девочка. Родители мои пользуются креслом, и мне очень удобно сидеть. Что ты в нем делаешь? Я рисую, сплю, играю. В детском саду «Лукоморье» воспитатели и родители на стене разместили обучающую аллею безопасности. Помогали и дети, познавательный уголок украсили своими фотографиями в автокреслах. А закрепляют знания малыши не совсем обычно – в бассейне. Упражнение «Светофор» учит малышей запоминать красный и зеленый сигналы. Когда услышали один свисток, нужно поднять зеленый шарик. Два – красный. У детей появилось больше интереса, и они с большим удовольствием играют в эти игры. С большим интересом рисуют зебру, показывают свою скорость, свою волнушку, свои знания по светофорам, по знакам сигналов красного и зеленого. Подобные занятия, отмечают воспитатели, помогают детям лучше усвоить непростые правила. А на дороге вести себя уже более внимательно. 23 апреля в 17 часов 30 минут в Молодежном центре «Юность» состоятся публичные слушания по проекту решения Думы города Нефтьюганска об исполнении бюджета за 2012 год. Приглашаются все желающие. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас нефтьюганский». Смотрите нас в 3 часа дня в Глобальной сети и в 7 вечера на телеканале «Юганск». Оставляйте свои комментарии и делитесь новостями. Увидимся. Продолжение следует...